Раз уж начали разговор о мистическом театре Германа Гесса в его романе «Степной волк», то, наверное, надо об этом уже и договорить. Здесь возникает очень много самых разных, в том числе и философских, и культурологических, всяких литературоведческих связей, аллюзий, ассоциаций, которые немножко растаскивают в разные стороны. Ну, может быть, это и хорошо. В первую очередь здесь можно вспомнить и о пещере Платона, почему вдруг мистический театр, и почему он «Нурфюрферыгте» только для сумасшедших, ведь там же есть это предупреждение при входе. Ну, практически как «Ставь надежду, всяк сюда входящий на вратах ада». Кроме того, не секрет, и я об этом упоминала уже в прошлом видео, что для Германа Гесса в это время очень важна теория архетипов Юнга. Это, может быть, не стоит воспринимать вот так вот впрямую, потому что в любом случае писатель и художник каким-то образом перерабатывает то, что он получает в качестве материала из внешнего мира. В любом случае он как-то это окрашивает. Но то, что обретение так называемой самости является весьма важным для Гарри Галера и, наверное, в каком-то смысле для самого Германа Гесса. Это, безусловно, факт. Здравствуйте, дамы и господа! В продолжении темы, помимо самого мистического театра, нужно, наверное, вспомнить немножко еще и о распадении Гарри Галера на два главных элемента, которые находятся в конфликте и никак не могут соединиться. То есть степной волк и человек. Степной волк потом в мистическом театре становится, можно сказать, самим собой. И столкновение человеческого и волчьего начал там, между прочим, получает свое определенное цирковое даже представление. Фактически там действительно речь идет об украшении этого самого волка или украшении человека. Там очень интересная вот эта вот сцена, причем она довольно жуткая и напоминает какой-то буквально кошмарный сон. Что касается обретения самости, то интересно, что ведь в архетипах Юнга эта самость, селф, является буквально сущностью человека. Юнга, конечно, обвиняли в том, что он занимается каким-то таким мистическим, метафизическим, что ли, эссенциализмом, что он несколько подменяет научность мифическим началом. На что сам Юнг отвечал, что, между прочим, ну отобрать у нашего сознания мифологизацию, это все равно, что у пчел отобрать мед. Я вольно цитирую, но смысл такой, по сути, наше сознание все равно мифично. Оно замешано на мифах, и мы никуда не можем от этого деться. Между прочим, можно видеть некоторые аналогии со структурной лингвистикой, например, или со структурной антропологией Клода Левистроса, или, например, с морфологией волшебной сказки того же Проппа. Потому что эти самые архетипы, о которых говорит Юнг, очень напоминают действительно структурные бинарные оппозиции, например, или морфологию этой самой волшебной сказки, процессы инициации, те морфологически устойчивые элементы, которые есть во всех практически сказках, образы, которые там должен главный герой каким-то образом преодолеть, переплыть какую-нибудь реку-смородину, там пройти сквозь какое-нибудь чрево, ну не кита, но, например, какого-нибудь змея-горыныча или чего-то в этом духе. В общем, короче говоря, возвращаясь к Герману Гессе, я, как всегда, отклонилась. Герман Гессе изображает этого Гарри Галера очень сложным и противотеборечивым персонажем, с одной стороны, с другой стороны, этот персонаж уперся вот в две сущности собственные, это волк и человек. И он постоянно говорит о том, что он оказался в некоторой пустоте. Это важно. Это важно, потому что театр тоже не возникает как бы в захламленном месте, театр есть нечто требующее пространства и воздуха. Я бы так сказала, это очень объемная конструкция, которая в себя много чего включает, и говорю это, зная по опыту. Вот, поэтому то, что степной волк, именно степной, и он, как он сам говорит, я вот даже процитирую, я снова метался по миру, в диких напряженных поездках накапливались новые страдания и новая вина. И каждый раз этому срыванию маски, этому крушению идеала предшествовали такая же ужасная пустота и тишина, такая же смертельная скованность, изолированность и отчужденность, такая же адская пустыня, равнодушие и отчаяние, как те, через которые я вновь и вновь проходил теперь. Но ведь пустыня – это место очищения и место некоторого духовного скитания и, может быть, покаяния. Где-то заложено вот это вот решение, которое в конце концов находит свое выражение довольно причудливой форме, во всяком случае, сам Гарри Галлер, ведь перед тем, как войти в этот мистический театр, он туда входит вместе с проводником. Проводником, как известно, является тот самый Пабло, саксофонист, прототипом которого был джазовый саксофонист Сидней Бэше. Он там является фактически каким-то почти что, почти что Вергилием, который ведет, ведет Гарри Галлера сквозь этот театр. Перед тем, как туда зайти, ведь он же говорит очень важные слова. Я надеюсь, что тебе удастся здесь посмеяться, потому что Гарри Галлер не может смеяться. Он все воспринимает очень серьезно. Вот Гермина, которая сопровождает его до вступления, до прохождения, так сказать, всех этапов инициации в этом театре, она умеет смеяться, между прочим, и очень даже хорошо умеет смеяться, когда она учит Гарри Галлера танцевать, если вы помните. В процессе этого урока выясняется, что этот Гарри совершенно ужасно неповоротлив, ничего не может воспринять, и никак не может вообще двигаться толком. И она в конце концов падает на диван и начинает хохотать. Ну, в общем, короче говоря, она-то начинает, а вот Гарри никак не может, никак он не может смеяться. И этот Павло постоянно говорит, что Гарри так несчастен. Я смотрел в его глаза, и видно, что этот человек очень мучает. Есть очень важная, на мой взгляд, мысль Юнга, которую здесь можно процитировать. Полнота жизни закономерна и вместе с тем незакономерна, рациональна и вместе с тем иррациональна. Поэтому разум и обоснованная разумом воли имеют силу лишь в весьма небольших пределах. К вопросу о тех самых танцах и об иррациональной истине Ницше. Другое дело, позволено ли человеку над всем смеяться. Вот упомянутый мной Ницше чем-то напоминает философского шута на самом-то деле. И он сам об этом, он сам об этом говорит в своем уже довольно позднем сочинении, если я не ошибаюсь, «Се человек» там Ницше буквально сравнивает себя с шутом. Но проблема в том, что Ницше сошел с ума. И понимаете, все-таки тот самый божественный холодный смех, который раздается в этом театре и периодически звучит во сне Гарри Галера, например, когда ему снится снится Гёте, его горячо любимый, и этот Гёте, Иоганн Вольфганг, смеется тем самым божественным и, в общем-то, бесчеловечным смехом, смехом гения Даймона. Понимаете, тут вот тоже проблема преодолевается или нет? Потому что в конце, после прохождения всех этих ужасающих картин и видений, которые там возникают в мистическом театре, они возникают ведь в душе героя по большому счету и сам Гарри это понимает. Именно в душе разворачиваются все эти, в общем, пугающие картины, и он сам удивляется, сколько же всякого в хламу скопилось, по сути дела, у него за всю его жизнь, и это его ужасает. То есть, он сам о себе говорит, что я страшная, злобная скотина, и я так и не могу смеяться. То есть, в конце там остается вопрос, потому что даже этот театр, который является крайне несерьезным в своей основе предприятием, да, ну, не предприятием, как его назвать, все равно не может вызвать освобождение тот самый катарсис аристотелевский у Гарри Галера. Наступает он или нет, это большой вопрос. Мне кажется, что в конце там остается знак вопроса. Если я не права, то напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Ведь на самом деле этот Галера постоянно еще и размышляет о самоубийстве. И вот я даже процитирую, что самоубийце свойственно то, что он смотрит на свое я, неважно по праву или не по праву, как на какое-то опасное, ненадежное, незащищенное порождение природы, что он кажется себе чрезвычайно незащищенным, словно смотрит на узкой вершине скалы, где достаточно маленького внешнего толчка или крошечной внутренней слабости, чтобы упасть в пустоту. Опять та самая пустота. А что происходит в этом самом театре? Павлок говорит о том, что театр магический. Что это значит? Это значит, что он преобразует, он преобразует внешнее во внутреннее и наоборот. По сути дела достигается некоторое единство. И в конце ведь происходит буквально какое-то освобождение от временных рамок, потому что с одной стороны повествование начинается, как некоторая автобиография, да, вот оно подходит к началу некоторой временной точки вхождения в этот театр, а потом время как будто куда-то девается, и герой постоянно попадает в разные совершенно временные условия. Он то вспоминает себя маленьким мальчиком, то юношей полным надежд, то там, ну, то есть он постоянно расщепляется, и суть-то в чем? В романе там до того говорится о том, что на самом деле душа состоит не, как бы сказать, не из двух там начал, да, например, как вот темный и светлый конь, например, в диалоге Федор. Она, ну, согласно во всяком случае восточным верованиям, состоит из огромного множества, множества этих душ, которыми, ну, чем мы сложнее, тем сложнее нам научиться играть. И когда он открывает комнату, где сидит гроссмейстер, шахматист, речь-то по сути об этом. Как описывается сам театр, мы очутились в круглом подковообразном коридоре театра, как раз посередине. И в обе стороны шел изогнутый проход мимо множества, невероятного множества узких дверей, за которыми находились ложи. Ну, это наш театр, объявил Павло. Веселый театр, надеюсь, вам удастся здесь посмеяться. Сначала происходит какая-то веселая охота. Приглашаем на веселую охоту крупная дичь автомобили. И там разыгрывается целое военное действие, военный театр. там ведь пространство с одной стороны замкнутое, то есть людям там деваться некуда, а с другой стороны открытое. И как бы получается, что люди находятся в такой сфере, им некуда деваться, и по ним постоянно стреляют, и более того, с азартом стреляют. Там же на самом деле совершенно жуткие вещи описываются, и это самое машинное начало здесь, на мой взгляд, как раз таки олицетворяет некоторый цивилизационный что ли скачок, который провоцирует спор между культурой и цивилизацией. То есть по сути дела то, что они там пытаются этих богачей стереть с лица земли, они там не столько богачей, сколько именно какое-то отжившее что ли культурное пространство пытаются стереть с лица земли, но видимо все-таки это невозможно, потому что это два начала, которые друг друга по сути уравновешивают. Еще там есть некоторая комната под названием успех построения личности, вот там как раз и происходит встреча с этим гроссмейстером, который говорит о том, что нужно играть фигурами собственной души. вот кстати к вопросу о том человек гармоничен или нет. Что такое вообще гармония? Между прочим гармония ведь это очень важное понятие эстетическая категория, она есть некоторое созвучие, извините, то есть единство, это самое пресловутое единство, которое в музыке достижимо путем определенных там сочетаний звуков, которые мы воспринимаем как единство и для меня как для музыканта известно, что гармония это еще и теоретическая дисциплина, музыканты пишут задачи по гармонии, не очень их любят, но пишут. Там есть определенные правила, по которым эти самые голоса движутся и по сути они являются действительно взаимозависимыми, если мы хотим достичь гармонического единства. Мы должны учитывать движение этих голосов, безусловно, и они именно обусловлены друг другом. Гармония, между прочим, есть дочь бога войны и Афродиты, если я не ошибаюсь, если обратиться к античному мифу. Вообще-то гармония очень важная сущностная такая искомая что ли характеристика для этого мироздания, для античных философов и для пифагорейцев в частности. Числовая гармония, как известно, для них была очень важна. Но является ли человек гармонией, особенно такой сложный, как Гарри Галлер? Вот это вопрос. На мой взгляд, человек в большей степени полифоничен. Полифония это тема, конечно, для меня особенно важная, как, во-первых, для музыканта, во-вторых, тема моей диссертации посвящена полифонии. А полифония это ведь не только музыкальный термин. Все знают, что есть книга Бахтина о полифонии в романах Достоевского, но полифония ведь это не столько и не только музыкальный, эстетический или какой-то художественный прием. Полифония есть движение независимых голосов. Эти голоса находятся в своеобразном взаимодействии, но они друг от друга в общем-то не то чтобы не зависят. Понимаете, они и есть то самое многообразие в единстве. Причем многообразие и принцип индивидуации там, пожалуй, сильнее выражен, чем просто в гармоническом складе. То есть там голоса являются там нет аккомпанемента. Понимаете, там все голоса самостоятельны. И это очень важно. И именно поэтому, кстати, здесь можно вспомнить, между прочим, Блаженного Августина или можно вспомнить Платина с его теорией вот этой красоты мироздания и его единства и единства многообразии, потому что все мироздание есть по плотину некоторый такой хрустальный прозрачный шар, в котором можно видеть все многообразие красоты. И это очень даже соотносимо с полифоническим принципом. Что говорит Пабло, который там игрок, гроссмейстер в шахматы? То есть герой должен учиться строить свою жизнь и вот я цитирую возьмите с собой ваши фигурки, эта игра еще не раз доставит вам радость, фигуру, которая сегодня выросла в несносное пугало и портит вам партию, вы завтра понизите в чине и она станет безобидной второстепенной фигурой, а из милой бедной фигурки обреченной казалось уже на сплошные неудачи и невезения вы сделаете в следующей партии принцессу. это и есть великое искусство жить, причем не слишком серьезно, я так думаю, это возможно достичь вот такого уровня сознания только, наверное, в том случае, если ты действительно в том числе при помощи смеха можешь как бы приподняться над собой, потому что что такое вообще фигура шута? Шут находится как бы вне общества, он находится всегда вне системы, он образует некоторый зазор, можно сказать, зазор между сакральным и бытовым, он и не то, и не то, он смотрит на все как бы со стороны и всегда готов все отжившее обсмеять и тем самым снивелировать и как говорит великий Гегель негативировать, но ведь это же очень важный процесс для построения нового, это как раз таки тот важнейший принцип, который позволяет переосмыслить и сотворить что-то новое возможно и ничего нового невозможно создать, если вы слишком серьезно смотрите на свои предыдущие достижения, если таковые имеются, неважно имеются или нет, даже если они бесспорные, все равно нужно каким-то образом суметь это обсмеять и увидеть на самом деле в любом случае несовершенство и нелепость того, что было сделано, но при этом вот не впасть в депрессию помогает именно шут, именно его смех, именно его несерьезность, которая освобождает по большому счету, и вот для Гарри Галера видимо это очень сложно, потому что дальше в третьей комнате он как раз сталкивается с этим ужасным изможденным отощавшим волком и своим собственным альтер-эго будто бы укротителем, который странным образом да, он пишет похож на него самого, несмотря на циркаческий костюм, какие-то ужасно большие усы могучие бицепсы хотя сам Гарри Галер довольно вроде бы субтилен и щупал и дальше происходит какой-то страшный кровавый брудершафт буквально этого волка и этого циркача потому что волк занимается рабским подхалимажем перед циркачом а циркач потом становится как бы на позицию волка он же там разрывает живых зайчиков бедные зайчики это ужасно и ягненка и зайчика он разрывает они там пищат и все это выглядит совершенно ужасающе и сам Гарри Галер говорит что это какой-то ад в моей душе слушайте оно ну это ужасно летом еще когда солнце на улице говорить такие вещи простите господа но в общем из песни слов ты не выкинешь так вот оно и есть ну в конечном итоге конечно любимая девушка Гарри Галера в следующей комнате Гермина которая там предается каким-то любовным играм с упомянутым Пабло убивается такая становится сакральная жертва фактически как упомянутый кролик или ягненок воссоздание после ритуального убийства воскресения которое происходит между прочим в седьмой комнате интересно что даже с точки зрения нумерологии ведь цифра 7 она сакральна почему именно 7 ну 7 смертных грехов 7 дней недели 7 дней творения и это не только в христианской культуре и в пифагорейской 7 небесное число и кстати в буддизме также то есть семерка это тоже символический очень знак и в конце мы видим то что по сути дела время становится будто бы пространством то есть вот это вот время памяти и все это многообразие которое хранилось в Гарри Галере возможно неосознанно но давило на него получает что-ли переосмысление и освобождение возможно освобождение главного героя каждая из этих семи комнат это проекция в общем-то его отношений с самим собой наверное с собственным и собственным я и с людьми и с мирозданием и поиск освобождающего смеха этого шута в самом себе который бы не рвал ягнят и кроликов на части а все-таки мог бы посмеяться наверное вот ну не знаю господа все это очень непросто я попыталась это как-то проанализировать вероятно это совершенно неполно и всегда можно найти много-много еще всяких разных других интерпретаций вот но во всяком случае по основным каким-то моментам я надеюсь я прошлась так легко и непринужденно насколько я смогла спасибо за внимание и до новых встреч как всегда желаю вам всяческих благ и здравия